Астроном Арсюхин 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 Мы показываем видеозаписи появления НЛО, начиная с 1971 года в Гватемале и до совсем недавних, сделанных в Тбилиси, Мехико и Пуэбло. Видеозаписи в двух последних городах производились во время солнечного затмения в 1991 году. Всего в научных центрах Мехико было собрано 15 видеозаписей, на 7 из которых появление в небе именно НЛО, а не какого-либо другого летательного аппарата, неоспоримо. Уже почти каждый из нас специалист по НЛО, то тогда, 5 лет назад, мало кто, кроме уфологов, догадывался о том, что же такое эти неопознанные летающие объекты. А поэтому выход первых передач НЛО «Необъявленный визит» произвел буквально фурор среди зрителей. На телевидении посыпались горы писем, редакционные телефоны плавились от звонков. Она была сплошным полетом. Вместе с НЛО мы летали и по первому констоянному зрителю. Сделал оператор, который находился совершенно не случайно на Приморском бульваре и снимал, значит, исторические достопримечательности города. Вот когда ему сказали, значит, в каком направлении ему надо снимать, он выключил камеру, навел, значит, ее, потому что в небе очень трудно заметить объект небольшого размера, там, самолет и так далее. Навел и потом включил камеру и снял. И в тот момент, когда он включил камеру, как раз он и двинулся навстречу объективу. То есть, ощущение такое, что была совершенно сознательная демонстрация самого себя. Два года назад военный летчик Максим Чурбаков открыто заявил о том, что он имел контакт с НЛО. Рискуя оказаться в сложном положении, Чурбаков, тем не менее, решился рассказать о том невероятном случае, который произошел с ним, как он говорит, на самом деле. Уже в 19 лет Максим Чурбаков, восходящая звезда Академии военно-воздушных сил, становится акцентом. Журнал полетов Чурбакова был безупречен до августа 1991 года. Тогда произошли два странных случая. Обнаружились неполадки в двигателе его самолета. В результате он был вынужден катапультироваться. Расследование этого случая показало, что Чурбаков действовал спокойно и рационально. Затем, спустя 12 дней, третий случай изменил жизнь Чурбакова навсегда. 28 августа. Вторая смена. Я сделал два вылета с моим командиром и третий самостоятельным. Я набрал высоту 3900 метров. Вдруг увидел впереди шар примерно 20 градусов справа по борту. Он наблюдал за ним в течение нескольких секунд, после того, как объект стал приближаться. Чурбаков попытался связаться с базой. Цвет от НЛО был слепящий. Он говорит, что его охватил необъяснимый страх. В затылке я вдруг ощутил тепло. Я почувствовал чье-то присутствие. Кто-то наблюдал за мной. Мои движения контролировались, но контролировались с кем-то другим. Чурбаков говорит, что светящийся предмет начал маневрировать вокруг самолета. В течение нескольких минут он летал рядом с той же скоростью, что и самолет, имитируя все движения. Все это время Максим не имел возможности связаться со своим командиром на базе. По радио шли звуковые помехи. Показания Чурбакова относительно поведения НЛО вполне узнаваемы. Доктор Хейнс задокументировал около 3000 свидетельств, данных пилотами. У меня имеются в наличии тысячи дел летчиков, которые среди белых дня наблюдали подобные объекты, имеющие реальные трехмерные структурные формы и определенные аэродинамические поведенческие характеристики. И то, что он здесь описывает, совершенно совпадает с имеющимися у меня показаниями сотен других пилотов со всего света. Вдруг стали происходить странные вещи. Внезапно генератор самолета Чурбакова вышел из строя. Приборы зафиксировали возгорание на борту. С базы Чурбаков получил приказ командира катапультироваться. Я сказал командиру, что самолет все еще находится в радиусе жилой зоны. И начал катастрофически терять высоту. Но мне необходимо было сначала уйти за пределы жилой зоны. И на высоте тысячи метров я, наконец, вывел самолет и затем катапультировался. Через четыре секунды после этого мой самолет взорвался. Чурбаков не пострадал и приземлился на поле, где его через час подобрал вертолет. В то время как военные командиры тщательно исследовали остатки самолета, Чурбакова направили на обследование в госпиталь. А затем последовал трехдневный допрос. Во время допроса было ясно, что мне не верят. Они предупредили с самого начала, что и первый случай, и второй, и третий, произошли по моей вине. Чурбакова также допрашивали в КГБ. Там тоже не верили тому, что он говорил, и расценивали его действия как нарушение субординации и саботаж в рамках международного терроризма. Чурбаков говорит, что в КГБ его предупредили. Если он не расскажет правду, дело передадут в суд, где он будет обвинен в совершении террористического акта и осужден. Тем не менее, уфологи считают, что Максим имеет совершенно здоровую психику, и нет основания считать, что он что-либо выдумывает. По мере того, как Чурбакова вводили в состояние гипноза, он превращался из запуганного и затерроризированного парня в пилота, сидящего в своей кабине, на своем месте, контролирующего приборы, восстанавливая в памяти всю цепь происходящих с ним событий. Любой человек способен сочинить. Весь вопрос в том, сочинил ли он. Он производит впечатление человека, который в этой конкретной ситуации не выдумывает. Что бы он ни говорил, он действительно верит, что это именно так и происходило. Он глубоко убежден в том, что не сделал ничего плохого, даже наоборот, поступил правильно, и хочет как можно быстрее решить эту проблему. Несмотря на то, что дело Чурбакова было закрыто, суд все же обвинил его в уничтожении самолета. Но, как заявил военный судебный исполнитель, все имеющиеся у него факты в пользу невиновности Чурбакова более чем убедительны. Сначала я сомневался в том, что Чурбаков говорит правду. Но после того, как я просил его друзей, командиров, поговорил с его матерью, глубоко изучил ситуацию, я пришел к выводу, что Максим Чурбаков действительно имел контакт с НЛО. В январе 1992 года дело, возбужденное против Максима Чурбакова, было окончательно закрыто. Субтитры создавал DimaTorzok